Дамы и господа, мы сегодня в гостях находимся у самого, считай, активного участника нашей группы, группы Just Insiders. Это Лев Забежинский. И еще один участник нашей беседы сегодняшней, это мой коллега и друг Роман Иванов. И мы вместе записываем вот такие вот видео. Я, так сказать, ответственен за видео, а Роман ответственен за звук. Вот, мы сегодня пришли к Леве. И, ну, можно Лева называть, да, Лев? Потому что мы знакомы сколько Лев? 20 лет, да? Можно Лейба называть, можно Лева. Лейба, прекрасное имя, Лейба. Но это мое настоящее имя. Лев это потому, что паспортистка сказала, что имя Лейба в Советском Союзе, в их святцах такого нет. А это может быть только Леня, Лева и так далее. Поэтому я стал Лев. Лев Забежинский родился в городе Воскресенск в 1944 году. Тогда это был рабочий поселок с неофициальным названием за 101-й километр. Среди жителей поселка процветали пьянки, поножовщины, драки. Для многих из них тюрьма была вторым домом. Я же говорил, что это рабочий поселок. Это же не то, что город большой, какие-то здания. Это же коммунальные квартиры, где постоянно идет пьянка. Как я из этого вылез, это просто оттуда из моих, с кем я учился, соседи, очень мало кто куда-то вылез. Это тюрьмы, это ранняя смерть, поножовщина. И это пьянство, конечно. Пьянство, да. Львиная доля населения трудилась на нескольких местных заводах, трубы которых денно и ночно коптили небосвод. Уж поверьте, озона в молодую душу это не добавляло. Там было несколько заводов цементные, азбестовые, строительные, машиностроительные. Там, кстати, был знаменитый завод «Химика», где в «Энергнеза Стали» была одна из самых знаменитых хоккейных команд Советского Союза. Да, откуда пошли ребята в ЦСКА, в сборные хоккеисты. Вот это были часть из них, те, с кем я учился и в школе, или просто там с кем-то дружили, а с кем-то дрались. Отец Захар Аркадьевич, ветеринарный фельдшер, дважды сидел в тюрьме. Оба раза как враг народа. Кормить семью пришлось матери. Семи лет Лев играл в местном оркестре народных инструментов на Домре. А в 59-м году поступил в только что основанное первое Коломенское музыкальное училище на дирижерское хоровое отделение, так как народного там пока еще не было. Вот тогда первый раз судьба и направила его в сторону джаза и познакомила его для начала с новым инструментом. Директор училища, который при царе был контрабасистом, где-то в симфонических оркестрах играл, можно даже сказать, что он был фанатиком контрабаса. В это время он был очень старенький, он не играл. Он меня остановил в коридоре и спросил, какой у тебя рост? Я сказал, 178. Он говорит, так-так, давай зайдем в кабинет. Зашли в кабинет. На стене у него висело, по-моему, три или четыре контрабаса. Вот он сказал, возьми вот этот. Я снял. Он говорит, ну попробуй. Ну я там что-то дернул, но я до этого играл в народном оркестре, мне приходилось иногда на заменах играть на балалайке контрабас. Поэтому я знал там, как дергать. Там, правда, мы играли медиатором, но все равно. Я дернул, он говорит, так, ты на каком отделении? Я говорю, на дирхор, дирижерское хоро. Ничего, будешь еще на втором отделении контрабаса учиться, мы тебя оформим. В связи с недобором училище не смогло сформировать симфонический оркестр, но камерный все-таки набрали. Судя по всему, этим и объясняется стремление директора найти подходящие кандидатуры на должность контрабасистов. И он их нашел. Нужны были два контрабасиста. Вот он нашел такого же с дерхора, как и я, где-то тоже моего роста. И мы стали с ним заниматься на контрабасе. И вот я помню, как сейчас, через неделю, через две, всего-навсего, до этого не имея никакого представления, мы стали, значит, за пульт, и как сейчас помню, что мы играли, нам поставили некие ноты. И этот самый дирижер сказал, ну, давай, поехали, one, two, three, four. Мы должны были сыграть. В неоконченной симфонии, да. Дирижер остановил и сказал, товарищ контрабасист, пожалуйста, перестаньте двигать шкафы. Откуда он знал, что мы только что взяли эти инструменты. Вторым контрабасистом оказался гитарист Евгений Агарков, который сыграл заметную роль в становлении Льва Забежинского как музыканта джаза. Именно он задал ему правильное направление. Этот человек, который в 59-м году, когда я с ним встретился, это значит, что задолго до меня, как минимум за 3-4 года, он знал сотни стандартов, сотни просто. Я до сих пор иногда вдруг слышу по радио, так мы же с Женей это играли, я с тех пор это никогда и не слышал. В конце концов, именно в квартете Агаркова начинающий Лев и получил свои первые работы как джазовый контрабасист. Там устроил какую-то репетицию, там был местный кларнетист, какой-то барабанщик. И он, ну поехали. Я говорю, а что играть? По квартетам, да? Да, он говорит, на репетицию, он говорит, ты как с гармонией вообще знаком? Я говорю, ну там я знаю, там Римин, Русоль, ну вообще нет. Он говорит, знаешь что, играй по полутонам, куда-нибудь попадешь. По хроматику, играй в хроматику, куда-нибудь попадешь. Вот так это была моя первая халтура, где я играл. Первая халтура-упражнение. Вот армянская вещь, это финджан по-израильски, джезву, да? Джезву говорят по-русски. Кофе, да? Не, вот это. А, это штука эта. Джезву, или как она называется по-русски? Турка, турка. Турка, да. А по-израильски называется, по-арабски, финджан. И там был состав, его назвали финджаз. Финджаз. И все думают, что это финский джаз. А это от слова финджан, вот это, турка. Параллельно Лев продолжал обучение в Коломенском училище, одновременно на двух отделениях. Из-за больших нагрузок решил уйти с дирижерско-хорового, чтобы остаться только на контрабасовом. Не разрешили, и он совершенно утерял желание учиться. Как следствие, выгнали из училища, так как ходить туда он практически перестал. Я поступил на завод, помню тогда. Ну, чтобы иметь какие-то деньги, разобраться, что к чему. Учеником электро, как сейчас помню. После этого завода я понял, что я, конечно, никаким электро я не буду. Просто надо было перебиться, потому что родители, это самое. Я же не могу на их шее сидеть. И потом там работал, потом продавцом в один магазин. Пошел я туда, потом из этого в магазин, говорит, слушай, давай курсы закончишь, и там можешь. А мне там было еще лет, еще 17, по-моему, нет. Ну, может, 17 уже. И я подумал, так, Вася, все-таки надо в музыкальное училище поступить. И он вернулся к музыке после двухлетнего перерыва. Выучил пару вещей наизусть, одолжив домру в своем детском оркестре. Приехал в Рязань, подал документы в местное училище и получил двойки по всем предметам. А там, значит, слух, там, по специальности. Потом они говорят, а я уже в это время и джаз играл, все, они мне, можешь простучать? Ну, конечно. А я, между прочим, уже был дирижер-хоровейк. Какой-то студент подсказал, все из-за пятой графы в паспорте. Тогда он решил ехать в Москву. Через пару месяцев я приезжаю в это, в Гнессенской, там, экзамены. И я получаю все пятерки. Там было 75 человек, 72 человека на место. Нас двое всего поступило. И я поступил со всеми пятерками. Проверяли страшно. Но они же не знали, что у меня такой бэкграунд. Что я уже учился полтора, ну, два года нет, но полтора года я уже включаю дир-хор. То есть, эти все, те показывают, те дают аккорды, послушают. Это что, мажор, это или минор, или что? Я говорю, если вы еще добавите туда, к этому рефа, рафаля еще до, то это будет малый сеток. И там, конечно, поставили пятерки все. И я взял это, сфотографировал тогда вот это и послал в Рязань. И я взял это, сфотографировал тогда вот это и послал в Рязань. И я взял это, сфотографировал тогда вот это и послал в Рязань. И я взял это, сфотографировал тогда вот это и послал в Рязань.